День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла и 165 лет со дня образования в станице. День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла и всех святых помилует и спасет нас, як облах и человеколюбие. Торжественные мероприятия начались в божественной литургии, которую вместе с духовенством собора провел настоятель храма, благочинный Южного округа церкви Карачао-Теркизии Евгений Субтильный. А мы достойны их трудов. Мы сможем стать их верными продолжателями. Вот о чем сегодня мы должны спросить себя. Вот о чем сегодня мы должны спросить своих детей. Я дал тебе жизнь на этой благословенной земле Северного Кавказа, в благословенной Карачаево-Черкесской республике, в райском уголке, созданном Богом, куда люди приезжают наслаждаться этой красотой. И все это есть у тебя. Ты это сохранишь. Это будет твоим наследием. Будешь ли ты считать самым дорогим то место, где родился. В торжественной службе приняли участие казаки Зеленчугского районного казачьего общества, прихожане храма, жители Станицы Зеленчугской. Среди них и артистки народного ансамбля «Казачья воля». Скоро им предстоит выступать на сцене, но сначала храм. Концерт у нас, несомненно, будет. Но это все вечером. С утра мы все по традиции, как и наши предки, идем в храм наш станичный. Сегодня у нас престольный праздник, День Станицы. Верховных апостолов Петра и Павла день этих святых. Поэтому мы в храме с утра. Сегодня, как всегда по традиции, мы станичники, мы всегда посещаем храм. Не только на престольный День Петра и Павла, но, конечно же, и на все остальные праздники стараемся посещать богослужения, причащаться. Наш храм, храм первоверховных апостолов Петра и Павла, это апостолы верные служители Христа. Хоть они были разные, но они достойно и праведно служили Богу и несли нашу православную веру в мир. А о чем просили сегодня? Просили, ну, конечно же, просили о здравии. О здравии душевном, о здравии телесном, чтобы наши родные и близкие всегда были с нами, молились о их здравии, молились об упокоении наших умерших родственников. Ну и, конечно же, просили Господа Бога, чтобы на нашем свете наступил, наконец-таки, мир. Мы ходили под мирным голубым небом, чтобы быстрее завершилась специальная военная операция. Я хочу Господа Бога попросить, чтобы я хорошо училась, и маму, папу, чтобы они были здоровы. Разделить радость со станичниками по поводу двойного праздника приехали многочисленные гости. Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Сергей Сурма привез подарки и благодарственное письмо от атамана войска Александра Власа. «Благодаря усилиям предков казачья станица росла и процветает. Сейчас казаки и местные жители продолжают трудиться на благо малой родины. Свято хранят ее историю. В станице мирно живут представители разных национальностей. Все уважают язык, обычаи и традиции друг друга. Зеленчукская является административным центром района. Главное ее достояние – люди. Среди жителей станицы немало участников специальной военной операции, отважных воинов. Население хранит свою культуру, передает из поколения в поколение традиции предков. Поздравляю вас всех с юбилейной даты. Желаю вам счастья, добра и благополучия». Поздравлением присоединилась депутат Народного собрания Карачева-Черкесии Наталья Власенко, которая передала поздравления станичникам от имени председателя парламента Игоря Иванова. «Независимо от возраста, национальности, социального статуса, любовь к родной земле, к родному дому, к любимой станице Зеленчукской, с молитвой и Божьей помощью мы начинаем каждое доброе дело. Занимаемся мирным трудом, благоустрой вам наш общий дом, или же все вместе защищаем его с оружием в руках. Вместе нам все по силам. В этот светлый праздник желаю всем прихожанам здоровья, благоденствия, крепости духа и любви». С двойным праздником поздравили прихожан и глава администрации Зеленчукского сельского поселения Ольга Хомякова и атаман станичного казачьего общества Денис Кубаха. «Такой светлый праздник. Даже вот погодка нас радует сегодня. Прекрасная погода. Слава Всевышнему, что дал такую погодку нам, да? Это праздник Петра и Павла, апостолов великих. Я хотел бы пожелать своим станичникам в первую очередь, хотел бы пожелать любви, добра, веры. Это самое главное, думаю. Очень приятно, что собралось столько народу сегодня. Прямо глаз радуется. Я смотрел, прям наслаждался. Хочу спасибо сказать станичникам, что пришли. Хотелось бы видеть, конечно, еще больше людей здесь, чтобы даже не помещались в храме, находились здесь на территории, чтобы вся территория была забита. Хотел поблагодарить казаков, что они чтят традиции, занимаются развитием станицы. Станица Зеленчукская славится своим трудолюбием, талантами и гостеприимством. Молодое поколение продолжает родиться в наших предках, сохраняя уважение к представителям людей другой веры и национальности, говорили выступающие. И это действительно так. За примерами далеко ходить не надо. Вот они рядом. Здесь, в этой станице, живут многонациональные станицы. Живут здесь и русские, казаки, и карачаевцы, и другие национальности. И мы всегда, и как и прежде, пришли сегодня поздравить наших земляков с этим большим праздником, 165-летием станицы Зеленчукской. Петра и Павла. У нас зарождено и испокон веков. Вот эти праздники отмечать вместе. Казаки, русские поздравляют нас, карачаевцев здесь, и мы традиционно поздравляем с этим православным праздником Петра и Павла. После окончания литургии присутствующих в фраме пригласили на праздничный обед, который приготовили для гостей местные хозяюшки. Наваристый борщ, золотистая курочка, рыба, пирожки с разнообразной начинкой. Никого не оставили равнодушными. Очень вкусный, разнообразие, как шведский стол. Батюшке огромное спасибо, он так все организовывает правильно. Вокруг него люди всегда крутятся, хорошие, хорошие, добрые. Но обед, конечно, изумительный. Спасибо, людей много пришло, спасибо большое за все. От обеда в станичники переместились в центр Зеленчукской. Здесь на стадионе проходили спортивные соревнования. Юные жители станицы мерялись силами в беге, перетягивании каната, а также в конкурсе «Самый сильный станичник». Первый подход и первый личный рекорд. Сегодняшний свой рекорд я посвящаю Дню станицы Зеленчукской. А до этого сколько раз вы? 22 раза. А сегодня? 27. Безусловным чемпионом в этом виде спорта стал выпускник Санкт-Петербургской военно-космической академии Николай Петров. Он поднял 24-килограммовую гирю 80 раз. Спортом занимаюсь по наставлению папы еще с класса 7-го. Спорт мне понравился, особенно тяжелоатлетический. Именно тяжелым видом спорта, как тяжелоатлетика, гири, начал со второго курса, то есть в 20 лет. Вот решил попробовать в родной станице, где вырос. Говорится, проявить силу, мужество и патриотизм. Глядя на этого богатыря, свои силы хочет попробовать и вот этот крепыш. План у него грандиозный. Осталось только подрасти. Я занимался вольной борьбе уже 4 года. Хочу поучаствовать, чтобы получить медаль. Хочу стать чемпионом мира. Перетягивание каната самой сильной оказалась команда девчонок. Как ни старались мальчишки, а победа из их рук ускользнула. Хоп! 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 Даже весело. Приятно, как отдавать победу девочкам. Вне зависимости от результатов, все участники состей здания получили призы и почетный грамот. В честь 165-летия образования нашей станицы мы подготовили спортивные мероприятия по легкой атлетике, перетягивание каната, также поднятие гири 24 килограмма. Думаю, что все ребята участвуют с большим интересом, всегда ждут этот праздник. Он проходит у нас масштабно, молодежь довольна. Далее торжества переместились на центральную площадь Зеленчукской, где проходил фестиваль красок, работали всевозможные аттракционы. Сегодня все бесплатно, потому что нашей станице, станице Зеленчукской, 165 лет. И мы организовали данный праздник для наших детей, родителей, данной станицы. И еще день Петра и Павла. Завершились праздничные мероприятия в честь Дня в станице Зеленчукской масштабной концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы района и государственный казачий ансамбль «Песни и танцы Ставрополья». День рождения у станицы Зеленчукской действительно получился замечательным, ярким и интересным. Субтитры создавал DimaTorzok